Привет всем! Сегодня я хочу вам показать Крымский мост, по которому я проехал в конце мая 2018 года, будучи в отпуске. Вот такая вот великолепная дорога, тянется до Крымского моста и после. Протяженность дороги до моста около 10 километров. Две полосы туда, две полосы назад. Великолепное освещение и очень хороший асфальт. Вот сейчас вы с правой стороны видите КПП, на котором проверяют все автобусы, маршрутные такси, ну и выборочно-легковой транспорт. А сейчас я вам расскажу немного об истории этого сооружения. О возможности сооружения моста через Керченский пролив впервые всерьез задумались англичане. В начале 20 века, вслед за успешным строительством индоевропейского телеграфа, британское правительство знамерилось проложить по этому же маршруту от Англии до Индии через Крым и Керченский пролив железную дорогу. Но до реализации проекта дело не дошло, возникли проблемы с финансированием. В 1903-м идеей строительства моста заинтересовался Николай II. К работе были подключены лучшие российские инженеры, но осуществлению плана помешала Первая мировая война. Следующая попытка была осуществлена уже в советский период, в 30-х. Планировалось проложить железную дорогу с юга Украины от Керсона через Крым. По мосту через Керченский пролив и затем вдоль всего Черноморского побережья Кавказа до Поти. Отечественные заводы не могли справиться с выпуском всех необходимых для строительства гигантского моста деталей, поэтому их заказывали в Германии. Но вскоре началась Вторая мировая война, и за строительство взялся Гитлер. Немецкий проект, так же как и британский, предполагал сооружение трансконтинентальной железной дороги из Мюнхена через Керченский пролив в Индию. Весной 1943 года началась непосредственная подготовка к строительству. По плану мост должен был быть полностью закончен к августу 1944 года. Но из-за изменения положения на фронте эти работы были вскоре полностью прекращены. Впрочем, соединить два берега немцам все же удалось, и дорогу через Керченский пролив они построили, только не железную, а канатную. Летом и осенью 1943 года с ее помощью ежедневно перебрасывалось от 500 до 800 тонн груза. Перед отступлением немецкие войска почти полностью разрушили это сооружение. Но как только Тамань была освобождена, а в восточной части Крыма высажат десант, советские инженеры вновь занялись соединением двух берегов Керченского пролива. Для восстановления дороги было использовано оборудование с одной из действующих в то время промышленных канатных дорог в Грузии. Хотя на самом деле канатную дорогу через пролив нужно было не столько восстанавливать, сколько строить заново. И строительство это было не из легких. Море постоянно штормило. Строительные плоты раскачивало так, что солдаты привязывались к ним веревками, чтобы их не смыло волной. Однажды плот с людьми унесло в Азовское море. Их искали несколько дней, спасли полуживых. Чтобы защитить людей от неприятельского огня, вдоль стройки постоянно курсировали катера с наветренной стороны, ставили дымовые завесы. Дым разъедал глаза, мешал работать. Но иного выхода не было. В феврале 1944 года канатная переправа над Керченским проливом снова начала действовать. Протяженность ее была 5100 метров. Работало на ней 150 грузовых вагонеток. Правда, суточная производительность советской дороги составляла только 300 тонн. Но все же, несколько недель канатная дорога являлась единственным средством доставки грузов на Крымский берег. После освобождения Крыма Керченской канаткой не пользовались. Вновь вспомнили осенью 1944 года, когда советские войска овладели северо-восточными склонами Карпат. Канатную дорогу было приказано демонтировать и установить на одном из труднодоступных перевалов. Но пока канатку разобрали и доставили в Карпаты, надпись в ней уже отпала. Наступающие войска к тому времени ушли далеко вперед. При освобождении Крыма на берегу Керченского пролива обнаружили большие запасы металлоконструкций и оборудование, завезенного немцами и оставленного при отступлении. Грех было не воспользоваться таким богатством. Приняли решение начать строительство железнодорожного моста через пролив, запланированное еще до войны. Этот мост был крайне нужен наступающей армии, поэтому строители спешили. Первая свая была забита 24 апреля 1944 года, а 3 ноября 1944 года по мосту уже прошел первый поезд от станции Крым до станции Кавказ. Принимавшая объект комиссия отметила, что коллектив поборол все трудности и выполнил работы в первой очереди за 150 дней. Добившись темпа работ более 30 метров моста в сутки. Работы второй очереди, предполагавшие в частности замену временных деревянных опор на постоянные металлические, а также сооружения 116 ледорезов, должны были быть закончены 1 января 1945 года. Однако уложиться в этой сроке не удалось. Произошла катастрофа. В необычную морозную зиму 1944-1945 года в Азовском море образовался очень толстый лед. В феврале наступило резкое потепление, и ледяные поля двинулись в Черное море, прямо на мост. Льдины обстреливали из орудий с берега. Бомбились самолетов, забрасывали с опор моста доловыми пакетами. Все было напрасно. Под напором льда 50 из 115 опор моста рухнули, увлекая за собой пролеты. Это произошло 18 февраля 1945 года. Мост продержался лишь немногим более трех месяцев. Как ни странно, но в этом случае Сталин никаких репрессивных мер не принял. По легенде, советский вождь сказал, наказывать никого не будем, я и сам в этом виноват. После окончания войны рассматривался вопрос о строительстве на месте рухнувшего моста нового. Замком наркома путей сообщения Гоциридзе представлял проект Сталину в качестве последнего аргумента, заявил, это товарищ Сталин будет царь мост. На что тот ответил, царя мы свергли в 1917 году, и вместо моста была построена паромная переправа. Ну и наконец-таки в наши дни все-таки мы осуществили эту великую идею и построили Крымский мост в 2018 год. В наши дни создание моста началось после присоединения Крыма к Российской Федерации и резкого ухудшения российско-украинских отношений. Автомобильное движение для машин с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн открыто 16 мая 2018 года. Для грузового транспорта открытие ожидается в октябре 2018 года. Железнодорожный мост строится, и плановый срок его сдачи – декабрь 2019 года. Весь переход в Таманский полуостров, полуостров Крым занимает 19 километров. Смотрите, какая красотища. Вот вы видите, что еще продолжаются строительные работы по всему профилю дороги, и слева, и с правой стороны. Большое количество машин и механизмов. Все-таки действительно, когда едешь по этой трассе, ощущаешь полную мощь того, что люди здесь сделали, и насколько это быстро было сделано, и очень качественно. Я повторяю, что асфальт на этом участке дороги положен достаточно необычный, говорят, экспериментальный. Он очень ровный, очень гладкий, и сцепление автомобиля с асфальтом очень хорошее. Железные стыки, когда проезжаешь профиль моста, настолько незначимы, неощутимы, когда едешь на автомобиле, что это создает приятные ощущения. В общем, смотрите сами, какая прекрасная получилась дорога. Ну, как я уже сказал, скорость ограничения на этом участке пути составляет 90 километров в час. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. С вами была лаборатория о мобильной диагностике. Счастливых вам путешествий и удачи на дорогах. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok